Всем привет, с вами Павел Багрянцев. Давайте поговорим о семи причинах бедности. Причин на самом деле очень много. Знаю ли я, что такое бедность? Ну, не прям, что бедность. Но когда кушать хочется, а нечего, я знаю прекрасно. Миллионные долги, я знаю, что такое прекрасно. Поэтому давайте вот об этом и порассуждаем. Причина номер один. В жизни не повезло. Ведь люди, которые бедны, они действительно считают, что не повезло. Не там родились, не в той семье, не с теми данными, не с тем здоровьем и многое другое. Вы на каждую причину найдете пример, что человек беден именно из-за этого. А мы об этом и говорим, что это ведет к бедности. И найдете антипример, ну, позитивный антипример, где вопреки этому человек стал богатым. Если говорить даже про здоровье, про небогатую семью. Это вообще стандартная распространенная ситуация, когда многие богатые люди выросли в небогатых семьях. И в обстоятельствах. Вторая причина. Пусть малооплачиваемая, но стабильная работа. Стабильность это важно. И даже из малооплачиваемой работы можно что-то инвестировать и вынести это в плюс. И тут все зависит от того, насколько вы готовы рисковать. А можно даже практически не рисковать, а осуществить постепенный и плавный переход к чему-то большему. Допустим, работая на малооплачиваемой работе, осваивать какую-то новую профессию или какой-то навык. Допустим, я обучаю удаленные профессии, кстати, ссылка есть в описании, менеджеры YouTube. Ну, есть люди, которые уже начинают зарабатывать первые свои деньги. Я говорю про любую даже профессию, онлайн, не онлайн, но какой-то навык. Но люди могут годами держаться за вот эту маленькую зарплаточку, потому что стабильно. И боятся куда-то выглянуть. Друзья, это путь действительно к бедности. Вот такой риск стабильного перехода, он оправдан. Бросать все, я пошел искать высокооплачиваемую работу, не работает. Потому что нужно сначала знать, куда идти, и потом уже сжигать мосты. К тому же, если вы хороший специалист, то вас всегда возьмут обратно. Ну, не в каждой сфере. Третья причина бедности, это как раз-таки боязнь перемен. Ох, как хорошо в теплом, нагретом гнездышке. Знаете, я иногда смотрю на людей, может быть, у меня иногда ностальгия берет, когда человек, он уже взрослый, ему больше 30 лет, мой ровесник, и он живет в родных краях, где он родился, где вырос. Мне это не знакомо, потому что я от родных мест уехал далеко. И я зато смотрю, как изменилось мое сознание, мировоззрение за счет того, что я ушел совершенно в другую среду. Я ушел из того района, из тех дворов, из того общения, которое у меня было. Ну, конечно, да, я грущу иногда, там, скучаю. Но тем не менее, я понимаю, сколько в этом плюсов. И для меня это как пример, что некоторые люди всю жизнь сидят там, где насижено, там, где тепло, понятно и знакомо, боясь выходить за рамки этого двора. И это не про детство, друзья. Это про жизнь, про нашу. И действительно можно жить всю жизнь в одном дворе и стать миллионером, когда человек выводит себя в зону дискомфорта в каких-то других областях своей жизни. То, что я сказал про место жительства, это просто пример, метафора. Понятное дело, что без разницы, где вы живете. Вопрос, что вы делаете. Четвертая причина – это низкая самооценка. Да, высокая самооценка – это не сказать себе «я крут». Иногда это просто завышенное эго. Человек может говорить «я крут», но на самом деле у него низкая самооценка. Я имею в виду что-то вот в глубине души. Вот что-то на самом деле. Банальный пример. Вы там пришли куда-то, да, и вы готовы, допустим, перед всеми прислуживать, прогибаться, быть таким уступчивым. Или если вы заняли это место, вас попросили отойти, вы такие «конечно, конечно». Знаете, то есть вы вот все для других, а что я? Знаете, а что я? Ну, а мне-то чего? Вам же надо, я ничего. Вот это, друзья, признак низкой самооценки. Когда вы все «мне ничего не надо, это все не про меня». То есть вы так как бы, вы вот так, знаете, на все со стороны. Это можно назвать «я много отдаю». Ну, можно много отдавать и, имея чувство собственного достоинства, понимая свое место, и это не мешает. Но это просто как пример. Конечно, в жизни это по-разному может проявляться. Но вот действительно низкая самооценка, друзья, это тоже путь к бедности. И у меня тоже с этим происходит определенная работа, скажу я вам честно. Нежелание быть активным. Допустим, я в своем курсе увидел такую закономерность. У меня есть там определенный тариф, где я помогаю с какими-то вакансиями по ведению YouTube-канала. У меня есть курс, да, можете с ним ознакомиться по ссылке в описании. И вот некоторые из учеников, они берут канал на стажировку, то есть какое-то время там, может, бесплатно его могут повезти, потом за деньги. И вот я получал обратную связь от авторов. То есть люди мне говорили, что ученик, он какой-то вялый, все медленно делает. Ну, вот ни то, ни сё. Вот когда у человека нежелание быть активным, может он достичь результата. И есть люди, наоборот, проактивные, которые делают больше, чем от них ожидают. Они это делают ради себя, ради даже своего опыта. Таким людям даже платить хочется. И я знаю, таким людям даже деньги предлагают. И такие в моем окружении тоже есть и среди моих учеников. То есть я все эти поведенческие факторы, за и против, я все это вижу как на ладони. Как одни люди, которые проявляют, и какой получают результат. И те люди, которые себя не проявляют, ленятся, пытаются там сэкономить своих каких-то усилий или времени. Какой они результат получают? Все как на ладони. И выводы очевидны. Шестое. Мне все должны. Мне должны все пособия. Мне вот должно государство вот это, вот это и вот это. Может быть где-то в каких-то бумагах, конституциях или в наших иллюзиях это есть. Что вот кто-то о нас должен позаботиться. Но если вы уже много лет видите, что на деле это не так. Какого фига мусолить одну и ту же мысль, одну и ту же надежду и быть просто недовольным, что мне все должны. Уже сколько лет можно жить этой одной мыслью. Ведь взрослые люди получили какой-то урок, увидели результат, поняли, что толку нет. Хорошо, беру ответственность на себя и иду и делаю. Что делают многие люди? Постоянно пишут в комментах, как все плохо, нам ничего не дают, нам это не дают, у нас это убавили. Это, конечно, несправедливо. И, конечно, только за то, чтобы зарплаты у всех росли, и пособия, и социальные. И чтобы люди получили за то, что они заслужили. Я за это. Так если этого нет, в любом случае, что остается делать? Остается делать либо просто писать комментики и быть недовольным, либо реально взять себя за грудки, как говорят мои знакомые, и пойти и что-то уже начать менять в своей жизни. Пункт номер семь. Проще быть экономным. Знаете, финансовая грамотность, я очень люблю финансовую грамотность, я ее изучаю, она меня увлекает на таком любительском уровне. И там, конечно, есть такой тезис, как быть экономным. Но, допустим, эта стратегия мне не подходит, а кому-то подходит, потому что за счет экономии он может что-то накопить. Моя стратегия другая, мне проще доход увеличить, чем быть экономным. Мне экономным быть не подходит. Так вот, некоторые люди, абсолютно все себе берут такую модель. Ладно, у меня мало денег, буду экономным, ну вот так и проживу. Не буду ничего делать. Ну вот, друзья, ну что значит вот так брать и прогибаться под эти обстоятельства? Ну хотя бы попробовать что-то поменять. Ну вот, а когда мне люди говорят, я пробовал, не получилось, мне хочется спросить, сколько попыток вы сделали? Сколько раз вы попробовали себя в разных сферах? Или вы попробовали, типа, ну ладно, пойду попробую. Знаете, иногда люди идут пробовать с надеждой, что не получится, типа, чтобы отмахнуться. Я уже пробовал, у меня не получилось. Нет, пробовать заинтересованно. Пробовать с проактивностью. Делать больше, обучаться, пытаться это делать качественно. Вот так пробовать. Сколько раз вот так вы пробовали, создавая настоящую, искреннюю ценность для людей, для общества, своими услугами или товарами? Вот таких проб у вас было много в жизни? Вот такие семь причин, почему люди становятся бедными. Эти причины ведут к нищете. Я желаю вам процветания, богатства, осознанности. И чтобы в жизни вам нашлись те учителя, которые приведут вас к благосостоянию. В виде лекций, книг, статей, учителей. И чтобы это было вам доступно, и чтобы вы этим окружили себя. Друзья, всем процветания. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok